Окей, добрый вечер всем, моим имя Гедеминас, и сегодня сделаем коротенький вебинар «4 способы, как увеличить продажи вашей организации». Как знаем, наш заработок в этом бизнесе принадлежит от того, сколько товарооборота делает наша команда, и потому нам надо, конечно, получить как можно больше продажи нашей организации. Первый способ — это продать больше продуктов вашим существующим клиентам, потому что, конечно, нам надо постоянно искать новых клиентов, но иногда наши дистрибьюторы не только ищут новых клиентов, но не работать с теми, которых уже имеют, надеясь, что эти люди сами придут и купят продукцию опять, но много людей, они, как сказать, винивые, они не будут купить продукцию там, где им угодно, если он там в аэропорте, аэропорт так покупает там, если вы поговорите с ними, они купят от вас, да, потому нам надо как-то напоминать о себя постоянно своим клиентам, потому хорошо иметь, например, группу в Фейсбуке или какой-то чат в Инстаграме или мейлом или WhatsApp группу иметь или Телеграме иметь какой-то канал, как-то, чтобы мы могли контактировать с нашими существующими клиентами, базой клиентов и как поддерживать связь с ними. Может быть, им дать знать о новых продуктах, может быть, предложить какие-то скидки, какие-то там специальные как офферы и так далее, да. Постоянно поддерживать связь с нашими существующими клиентами, чтобы продать больше продукции и предлагать им купить опять и опять. И большие бизнесы это знают, и потому они всегда пробуют продать нам больше товара. Например, вот что-то купили через онлайн какой-то магазин, и они начинают вам посылать сообщения, электронные почты, там, может быть, смс-совщения о новых продуктах, о скидках и так далее. Потому что большие бизнесы знают, что это дешевле продать еще продуктов существующим клиентам, чем найти новый клиент. Так это первый шаг. Второй шаг — это привлечение новых клиентов через наших дистрибьюторов, да. Так опять, может быть, делать какие-то конкурсы, какие-то призы для наших дистрибьюторов, для наших членов команды, чтобы они нашли больше клиентов, новых клиентов, да. И в таком способе опять мы увеличиваем продажи нашей организации. Третье — это удержание, да. Удержать клиентов в бизнесе, да. Те люди, например, которые купили продукты из вас в январе, сколько из тех людей купят продукцию этот месяц, сколько их будет покупать продукцию следующий январь и так далее, да. В таком способе опять, если мы можем удержать больше клиентов в бизнесе, нам тогда легче строить свой бизнес и будем иметь больше продажи. Так опять нужно подумать, что мы можем сделать, что человек получил лучший сервис, чтобы человек чувствовал себя лучше, когда он купит продукцию из нашей компании. Может быть, можем какие-то подарки сделать, можем какую-то дополнительную информацию дать, какие-то обучения, какую-то полезную информацию о продукции и так далее, чтобы человек хотел опять и опять делать бизнес с нами. Ну и последний, четвертый шаг – это предлагать бизнес-возможность для клиентов, да, потому что если мы нашли клиента, он будет один клиент в нашем бизнесе, но если мы нашли новый дистрибьютор, он может привести 10 клиентов, 20, 30 клиентов, да. В таком способе опять некоторые из наших клиентов тоже хотели, может быть, заработать дополнительно, но мы никогда им не дали такой возможности, да. Так опять, не каждый раз, но может быть раз в месяц можно спросить наших клиентов или сделать какой-то пост в WhatsApp-группе или Facebook-группе, а возможно заработать дополнительно. Вот, вы уже используете эти продукты, я знаю, что вам нравится, может быть, вы тоже хотели бы заработать там дополнительно пару сотен долларов в месяц, рекомендировая эту продукцию, потому что если это вам нравится, эта продукция понравится и вашим друзьям, там, коллегам и так далее. В таком способе опять мы можем увеличить свои продажи организации гораздо быстрее, потому что если новые дистрибьюторы приходят, они могут привести очень много новых клиентов. Ну и такая, как бонус стратегии, это использовать инфлюенсеры через Инстаграм или другие соцсети, да, потому что опять инфлюенсер, он, когда приходит в вашем бизнесе, он может привести 10, 20, 50, может быть, 100 новых клиентов. Если люди, очень много людей следует этот инфлюенсер, очень много людей знает этого инфлюенсера, они будут как доверять их рекомендации и приходить в бизнес. Так вот, такие несколько советов, может быть, Ирена тоже хочет что-то сказать сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Ну хорошо, я из компьютера Гидиминаса, потому что мы три раза в неделю работаем с Гидиминасом из моего дома, и вот как раз сегодня тот день, как он тоже у нас, он мне помогает со структурой, и потому что, так как, знаете, у меня команда уже очень большая, то иногда я ни с вами не справляюсь. И, конечно, он является тренером моей команды. Что я хотела сегодня сказать. Еще не все потеряно. Еще каждый из нас может выйти на высший уровень. Не только даже и клиентов. Пересмотрите, какие структуры уже у вас есть. Посмотрите, сколько вы, сколько баллов делаете. Сколько вам не хватает до следующего уровня. Потому что иногда вот про мотивирую людей. Посмотрите, потому что особенно вот сейчас на российском сайте я видела, что очень много продукции. Знаете, что гораздо больше продукции, чем у нас в Англии. так скажу. И духи почти все, и косметики есть. У нас считается, что у нас полторы тысячи продуктов, но так как такой спрос на нашу продукцию, у нас сейчас ее очень и очень не хватает. Так что еще есть несколько часов. Не ждите последние минуты, но посмотрите сами. Посмотрите, что вы лично сделали. Сколько вам не хватает до следующего уровня. Поговорите со своими коллегами, со своими лидерами. Еще можно, еще есть возможность даже привлечь и новых людей. Если нуждаетесь в помощи, пожалуйста, свяживайтесь со мной или с вашими спонсорами. И мы будем рады вам помочь. И, как говорится, встретимся на вершине. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok